Всем привет! Это канал Евгения Саженцева. И сегодня мне бы хотелось поговорить о книге, которую написал Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Я её недавно прочитала и хотела поделиться своими впечатлениями. Эта книга написана в жанре фантастики, о будущем. И, в принципе, сейчас она уже разбывается во многом. Там говорится о том, что в будущем люди перестанут читать. Вернее, даже не просто сами перестанут читать, а государство сделает так, что будет истреблять все книги. И если так случится, что у вас в доме окажется книга, то приедут пожарные и сожгут буквально весь дом. Пожарные там исполняют уже другую роль, не такую, как сейчас. Они не тушат пожары, а наоборот воспламеняют дома. И, в принципе, сейчас мы уже видим, что это происходит, потому что люди перестали читать, люди стали деградировать, и даже мысли людей стали все по шаблону. Телевидение, интернет заменяет нам чтение, но телевидение отупляет людей. И у главного героя есть такая комната, где огромные экраны, в которых вещают вплоть до того, что даже произносят твое имя автоматически, для того, чтобы было больше внимания, и чтобы телевизор стал членом твоей семьи. А можно даже сказать, что заменил тебе семью. Даже сейчас мы видим, что многие люди, сидя в компании друзей, утыкаются в смартфоны и не общаются друг с другом. И это очень печально. Еще главная мысль этой книги в том, чтобы сделать людей счастливыми. Но каким путем? Тем, чтобы лишить их самосознание, чтобы они перестали искать смысл жизни подлинный и просто отупели. Если сделать людей одинаково тупыми, то они перестанут думать. И это не есть хорошо, даже если они будут при этом счастливы тем, что они перестанут соображать. Вообще государству выгодно, чтобы люди были тупыми. Ими тогда проще управлять, манипулировать и подчинять себе. Люди без образования, не читающие. Это рабы. Мне бы не хотелось, чтобы наше общество превратилось в деградированных рабов. И не хотелось бы, чтобы эта книга полностью сбылась в будущем. Поэтому всем советую читать. И через чтение вы будете чувствовать, мыслить. Потому что чтение, оно не до конца делает тебя как бы рабом. Включив телевизор, ты полностью воспринимаешь точку зрения того, кто говорит. А читая книгу, ты остаешься со своими мыслями наедине. Ты можешь анализировать. Ты можешь с чем-то не соглашаться, с чем-то соглашаться. Это немного иная информация. Не такая, как по видео. Поэтому всем советую 451 градус прочитать по Фаренгейту. А я, наверное, закончу свой видеоблог. Спасибо за внимание. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok